Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задача 819. Нам нужно найти множество середин всех отрезков, соединяющих данную точку со всеми точками данной прямой, не проходящей через эту точку. Тогда выберем произвольную точку А, прямую А, и теперь проведем перпендикуляр из точки А на прямую А, перпендикуляр АН. АН перпендикулярно А. На перпендикуляре АН мы отметим точку М. Точку М – середину отрезка АН. Так что отрезки АМ и МН равны. Теперь проведем прямую через точку М, прямую В, параллельно прямой А. Прямая А, В параллельно прямой А, и точка М находится на прямой В. И теперь докажем, что прямая В и есть множество середин всех отрезков, соединяющих точку А со всеми точками данной прямой А. Значит, точка В и прямая В – это искомое множество. Для того, чтобы выполнить доказательства, давайте докажем следующее. Докажем, что для любой точки, которую мы бы выбрали на прямой А, середина отрезка, соединяющего эту точку с точкой А, лежит на прямой В. Тогда выберем произволным образом точку. Пусть это будет точка В. Точка В находится на прямой А. И теперь соединим точки А и В. А точку пересечения отрезка АВ с прямой В обозначим М1. Теперь воспользуемся теоремой Фалеса. Поскольку прямые В и А параллельны. Прямые В и А отсекают на прямой А, А, равные отрезки. АМ равно М, Аж по условию. А следовательно, эти прямые параллельны прямые В и А отсекают и на прямой АВ тоже равные отрезки. То есть отрезок АМ1 равен отрезку М1В. А раз так, то точка М1 является серединой отрезка АВ. И точка М1 лежит на прямой В. Теперь докажем, что для любой точки, какую бы мы ни взяли точку на прямой В, для нее всегда найдется соответствующая точка на прямой А, так чтобы эта точка была серединой отрезка, соединяющего точку А с точкой, лежащей на прямой А. Другими словами, мы возьмем точку, назовем ее точкой М2. М2, точка М2 находится на прямой В. И теперь проведем прямую через точки А и М2 до пересечения с прямой А. Точку пересечения обозначим С. И теперь, поскольку прямые В и А параллельны, и эти прямые отсекают на прямой А, Аж равные отрезки, а М равно М, Аж, то тогда из этого следует, что эти параллельные прямые отсекают равные отрезки и на прямой А, С. А раз так, то значит М2 является серединой отрезка А, С. Причем один из концов этого отрезка совпадает с точкой А, а второй конец этого отрезка, точка С, лежит на прямой А. Таким образом, мы показали, что для любой точки, лежащей на прямой А, середина отрезка, соединяющего эту точку с точкой А, лежит на прямой В. И какую бы точку на прямой В мы бы ни взяли, для нее всегда найдется точка, лежащая на прямой А, такая, что середина отрезка, соединяющего точку А и эту точку, лежит на прямой В. Таким образом, прямая В и есть искомое множество середин всех отрезков Задание выполнено Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте Если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях